Картинки мы показывали сегодня на часовой лекции. Значит, на самом деле никакой дискуссии быть не может. У нас полная коллаборация с предыдущим оратором. Нитевой лифтинг никоим образом не лечит пролап стазовых органов. Я думаю, что правильнее говорить такую фразу, все-таки пролап стазовых органов, чем генитально-пролап. Но это уже так, мелче. Вот, и что делает нитевой лифтинг? Он не может, то есть леваторы никоим образом, какие бы они ни были, не замыкают половую щель. Половую щель замыкает констриктор куни, бульбоспангиозные, не бульбокавернозные, а бульбоспангиозные, правильнее их так называть, мышцы луковично-губчатые, через которые мы и проводим нитку. В том числе через поверхностную мышцу, поперечную поверхностную мышцу промежности. Безусловно, в большой ромб мы подхватываем медиальные части пуборектальной мышцы в области их вплетения в наружный анальный сфинктер. Называть ли это леватаропластикой? Наверное, нет. Вот, безусловно, не лечит пролапс. Вот перед этим очень хорошо, что мы были... Доктор Кубин говорил о том, что результаты хирургической коррекции пролапса лучше, если мы выполняем перинеопластику. Вот отсюда и это доказательное. Много действительно работ, которые об этом говорят. Так что мы делаем нашим нитевым лифтингом? Мы укрепляем, по факту, мы укрепляем промежность. На самом деле не укрепляем, а формируем ее, новую, неопромежность. За счет этого мышцы, элеваторы, как минимум два их пучка, пуборектальные, пубококцигиальные мышцы, начинают, получают опору, но не лечит пролапс. Но! Каждое, 40% пациенток, которые мы проводим через элеваторы, медиальные части, нитку, они начинают удерживать мочу, где легкая степень инконтиненции. И каждая третья начинает удерживать газы, если была анальная инконтиненция на нашем материале. То есть не лечит, но убирает варианты тазовой дисфункции и профилактирует прогрессирование ПТО. Опять же, но! Вторым этапом должно идти тренинг мышц тазового дна, а именно БОС-терапия, которая тренирует непосредственно мышцоподнимающие задний проход элеваторы. Поэтому у нас полный консенсус. Как бы да. Единственное, вот я не понял про операцию. Значит, когда мы завершаем этап леваторопластики, когда мы делаем... Обычно мы это делаем на коррекции ректоцелия. Да, это задняя кольпорофия с леваторопластикой в классическом ее виде. Когда мы завершаем этап леваторопластики, мы накладываем этот ромбовидный шов, после чего ушиваем слизистую задней стенки влагалища. Просто это комбинированная операция. Смысл в том, чтобы дополнительно создать эффект для отсутствия зияния половой щели. Больше никакого смысла мы в этот дополнительный этап не вкладываем. То есть вы делаете гибридную пирургию. Нитиволитная чем хорошая? То это малоинвозильная? Да, да. Вы делаете заднюю реконструкцию, выливаете ее в пиление пластика нитиволитной. А давайте послушаем заранее заявленные выступления. Сначала Никита Дмитриевич, доктор Кубин. Его мнение. Коллеги, мне тоже непонятно. Если сделать хорошую кольпо-перенеопластику, то куда-то вам вставлять нитки сложно мне объяснить, потому что если ты все правильно сводишь, все структуры анатомично устанавливаешь, то половая щель замкнется. И проблем не будет. Я думаю, что тут все согласны с этим. И второй момент. Понимаете, когда мы говорим, что вот мы добавляем лифтинг к такой операции, ну давайте тогда сделаем параллельные группы. Одной будем делать, другой не будем. И будет ли разница? Скорее всего, не будет разницы. Потому что если делать хорошо кольпо-перенеопластику, лифтинг и не нужен. Ну, как вы считаете? Так в этом и было исследование. То есть это целая диссертационная работа, не моя. А, так надо было с этого и начать. Мне ее рекламировать неинтересно. Это не моя диссертационная работа. Было две группы пациентов, которым сделали просто заднюю кольпо-перенеопластику и кольпо-перенеопластику и нитевой лифтинг. И получили такие результаты. Все, я понял. И второй момент. Если мы говорим про… Присаживайтесь. По поводу выступления Евгения Юрьевича, по поводу нитевого лифтинга. Я согласен. Опора – это, конечно, очень важный момент для поддержки тазовых органов. И прежде всего, если мы говорим про дистальную В-часть, ту, которую, в общем-то, нитевым лифтингом можно поднять, это действительно может снизить риск недержания мочи, потому что тут как раз-таки векторы совпадают с субуритеральной зоны. И, может быть, это хорошая методика. Почему нет? У меня всегда вопрос с нитевым лифтингом. Я немножко почитал перед выступлением. Я поискал разные варианты нитевого лифтинга в интернете, в зарубежной литературе, в очистенной. Очень мало исследований. Очень мало исследований. И мне стало как бы немножко грустно. Почему? Потому что вроде как методика интересная, перспективная. На всех международных конгрессах проводятся школы и курсы по поводу этого нефтевого лифтинга, который вы проводили тоже в том числе здесь. А почему нам не сделать хорошее качественное исследование по эффективности данной методики, сравнить ее с чем-то, чтобы она все-таки появилась в каких-то рекомендациях, доказательная база и так далее. Потому что пока мы сейчас говорим, вот у вас хорошие результаты, а у Иванова плохие результаты. Вот для интереса у нас есть группа в телеграмме 600 урогинекологов, именно хирургов. Я спросил, используют ли вы нефтевой лифтинг? 15% сказали, что да, мы используем. Здорово, хорошо. У 15% были осложнения, те или иные. Почему мы не вдаем сейчас подробности? То есть методика действительно используется. Но вопросов, к сожалению, для широкой аудитории нет для экспертов, больше, чем хотелось бы. Поэтому давайте ее легализовывать, давайте все-таки ее введем в догазательную практику, потому что даже по нитевому лифтингу, по которому опыт в разы больше, чем по влагалищному, все международные следы говорят, что сейчас имеются отдельные авторские методики, наблюдения серии пациентов и не более того. Поэтому даже нитевого лифтинга в пластической хирургии его нет в рекомендациях, международных, к сожалению. То есть нужно работать над этим вопросом. Классная методика? Да, классная. Для какой-то когорты пациентов – да. Но если мы уже делаем разрез, если мы пацанку вводим в наркоз, зачем он? Он не нужен. Мы прекрасно нитями можем все собрать с меньшим давлением на ткани, с лучшей визуализацией и с более, наверное, прогнозируемым и долгосрочным эффектом. Я думаю, никто спорить не будет. В общем-то, у меня такое мнение. Спасибо. Спасибо большое. Еще одно заявленное выступление. Пожалуйста. Да. Фарида Фатовна, Казань. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, скажу честно, я даже вообще не совсем понимаю, почему это все должно дискутироваться. Почему абсолютно разные операции по всяким задающимся сейчас вопросам, разные операции, имеющие разные показания, на мой взгляд, можно сравнивать. Понимаете? Что значит леваторопластика? То есть есть показания. Мы с вами диагностируем, делаем УЗИ, делаем РТ, устанавливаем ее несостоятельность, соответствующие ее клинические, с этим осложнением связаны проявления. И второй вопрос, когда мы видим просто сияющую половую щель и деформацию, эстетическую неудовлетворенность женщины. Как можно их сравнивать, взаимоисключать, взаимодополнять? Я считаю, что это абсолютно разные операции и имеют абсолютно разные показания. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Коллеги, а кому еще хотелось бы высказаться по этому поводу? А вот, пожалуйста. Конечно. Конечно, у нас время не навалом. Виктор Алексеевич был первый, пожалуйста. А можно профессору Аксюненко дать сначала микрофон? Слушайте, ну как я и прогнозировал, никакой дискуссии не получается. Почему мы сейчас сделаем дискуссию-то вообще? Ну так мы о чем-нибудь другом поспорим, а не о нитях. Зачем? А не получится тему поменять. Если мы будем говорить только о нитевом. Давайте поговорим. Сейчас вот профессор Аксюненко скажет. Уважаемые коллеги, ну это операция, конечно, имеет свое значение. Единственное, я тоже не понял вообще, о чем операция, когда делается пластикопромежность, а потом нитевой лифтинг, мне вообще это непонятно. Я считаю, что это нецелесообразно. Ну это моя точка зрения. А второе, нитевой лифтинг, да, она имеет право быть. Единственное, что нам, наверное, просто накапливать надо опыт. Это первое. Второе. Нитевой лифтинг, он преимущественно делается женщинам молодым. То есть женщинам сексуально активным, женщинам с сияющей половой щелью, а вот женщинам там, ну не знаю, 70 лет и старше делать нитевой лифтинг, мне кажется, не очень целесообразно, потому что там больше данных будет за дефект соединительной ткани и, возможно, большие проблемы. Поэтому я думаю, что мы можем потом, через несколько там, 2-3 года получить уже фроловс. Поэтому нитевой лифтинг, он должен иметь место. Но мы должны определиться сами. У нас пока разные группы делают эти исследования, разные точки зрения. Мне кажется, и у нас в России просто нужно подвести итоги работы, вот как подвел же итоги работы профессор Глухов. Ну вот и другие должны подвести. Наверное, дискуссии здесь должны быть те, кто это делает чаще. А у нас вот здесь присутствует, наверное, только профессор Глухов, который чаще... Ну, я тоже делаю, но у меня пока опыт небольшой, я не могу. Ну вот какая-то у нас должна быть дискуссия разной точки зрения. Да, да, да. Это моя точка зрения. Да, и тут уже я могу дополнить следующее по поводу нитевого лифтинга относительно возраста. Говорить, что это только проблема репродуктивного молодого возраста. Здесь, если мы этот метод принимаем, работаем, получаем хорошие результаты, я не согласна. Мы знаем, что зияющая половая щель – это риск рецидивирования пролапса в любом возрасте. И если для женщины важен эстетический момент, если у нее есть соматика, которая не позволяет ей делать расширенную, кардинально, радикальную операцию по сопоставлению леватора и все прочее, как у молодой женщины, то может быть достаточно ей и нитевого лифтинга для того, чтобы не прогрессировал и не рецидивировал пролапс. Как малоинвазивная. И поэтому это можно делать и в 70, и в 75, если у нее молодой партнер, если это ей необходимо, и ее внешность половых органов ее интересует. Можно я тоже поговорю? Тут я могу сказать… Благодарен, потому что у меня уже есть опыт, 82 года ей было, пациентке, которая жила половую жизнью, у нее был молодой партнер, у нее было 2, а то и 3 половых такта в день. Ее не устраивало качество ее половой жизни, мы ей сделали нитевой лифтинг. Сначала одной ниткой, ей все понравилось, а потом дважды полноценный нитевой лифтинг, и он стоит. Ей очень нравится. Это раз. То есть нет пролапса, есть широкая, есть ПТОС, широкий вход во влагалище. Мы должны идти навстречу женщине. И на сегодняшний день, я считаю, что говорить о какой-то тазовой хирургии, как монотеме невозможно, это нельзя, это неправильно. Мы должны восстановить анатомию, функцию и внешний вид половых органов, и еще голову восстановить. Тогда мы решили, и это может быть в 36, может быть в 66. И последнее, что мы попробовали, две пациентки, это сужение половой щели с тяжелым осложненным четвертым пролапсом, где мы не можем подобрать писарий, а хирурги не могут выполнить операцию, потому что она сильно больная. Либо с большой декубитальной язвой, с которой тоже не берут. И я хочу вам сказать, что я считаю, что это совершенно новое направление использования вагинальных писарий. Мы с писариев сужаем половую щель, делаем ступенечку, кубовидный писарий о нее упирается. И я хочу вам сказать, две-три недели ношения писария в полтора раза грыжа уменьшится. А если мы еще, не дай бог, делаем кавитацию, будет вообще супер низкочастотным ультразвуком. Поэтому вот эта идея надо делать. Нитевой лифтинг для пациенток с тяжелым осложненным пролапсом. Это новая тема. Абсолютно персимифицированно нельзя сказать, что это можно делать так, чтобы... Нет. Вообще любую технологию, она должна быть индивидуальная. Не должно быть тем-тем-тем-тем одно и то же. Тем более, если касается пролапса. Абсолютно точно. Видимо, состоятельная дама была в 82-х лет. Раз-трижды. Вам зачтется, Ильич. Уважаемые коллеги, кто еще хочет выступить? Послушайте, ну давайте все-таки приходить к какому-то консенсусу. Я думаю, что все-таки мы все согласимся, что нитевой лифтинг не лечит пролапс гениталий. Поэтому заявленной дискуссии просто быть не может. Потому что нитевой лифтинг никакого отношения к структурам, которые держат матку, шейку и так далее, просто не имеет по определению. А то, что это хорошая методика и то, что есть любопытнейшие наблюдения, сочетание этой методики при пролапсе, ну это же не лечение пролапса, коллеги. Ну, надо называть вещи своими именами. Более того, сам этот нитевой лифтинг, ну он же не заявляется ни в одном, я стесняюсь сказать, нормативном документе для лечения пролапса. Нет же? Нет. Поэтому, когда мы выполняем любую хирургическую методику, мы тоже должны соблюдать определенную технологию, которая в настоящий момент зарегистрирована и прописана. Итак, коллеги, дискуссии не состоялось. Пожалуйста, пожалуйста, у нас время не навало. Я рада, что вы задали, потому что я хотела встать и объяснить, что вот бостерапии, ультразвуковые, все, что вы говорите, мы не владеем этим, мы государственные учреждения, мы не можем это предоставлять пациенту, потому что у нас их нет. Это раз. Во-вторых, эти пациентки, про которые я сказала, про эту методику, это единичные пациентки, которые были взяты на эти операции ввиду мастер-класса и написания этой диссертации. То есть мы не всем это делаем, нам это неинтересно. То есть были пациентки, которые еще хотели рельеф, эстетичность, и плюс дополнительно нам нужно было провести исследование. Тут еще была компания, которой нужен был мастер-класс, они нам их закупали, и мы их ставили бесплатно пациенткам. Все пациентки из женских консультаций. С ними это со всеми обговаривалось. То есть не было такого, что кому-то это делалось против его воли. Это те пациентки, которые были с этим запросом. Было несколько пациенток, когда у нас закончилась диссертация и мастер-класс, были несколько пациенток, которые сами пришли на платный прием, потому что в любом госучреждении есть платные услуги. Им было также разнесено, что если они сами приобретают этот материал, то мы, пожалуйста, выполним эту операцию. Теперь насчет МКБ. Приходится кодировать неуточненное. То есть N81.9. И дальше мы расписываем несостоятельность тазового дна. Можно несостоятельность мышц тазового дна, но сейчас уже пришли к тому, что на нашей кафедре мы это называем, что не мышцы, не соединительная ткань, а несостоятельность тазового дна. Просто расписываем в той же нашей программе. А у вас ЛЭК свой? Локальный этический комитет. Ну, одобрено же исследование наверняка. Да, да, обязательно. Потому что, понимаете, вот единодушное мнение у оперирующих коллег сложилось. Потому что действительно звучит мне немножко режет ухо, когда у вас и так уже есть доступ оперативный к промежности. Вы уже залезли глубоко, выделили ваторы, прошили их. То есть сверху всего этого еще какие-то делать дырочки и накладывать какие-то нитки. Поэтому это вот вызывает вопрос. Так мы же заранее начали эту дискуссию, понимая, что дискуссии баттла не будет. И нам надо было хоть как-то рассказать про этот нитевой лифтинг, как он может нам помочь. Поэтому, да, поэтому мы привели свое исследование. Если оно неинтересно, мы не говорим, что вы должны его использовать. Просто есть такой метод профилактики. В бассейне поплавали. А можно вопрос, вытекающий из ответа. Когда нитки у вас приносит женщина, как вы это оформляете? Мы в ЕМИАСе есть пункт. ЕМИАС – это наша программа московская. В ЕМИАСе есть пункт «Базисная терапия», «Базисные материалы». «Базисные материалы» означают, которые взяты не из аптеки, либо пациент принес сам. Мы ставим эту галочку и вписываем базисную терапию. Крайне редкий случай, но он есть. – Коллеги, но есть абсолютно легитимный способ – это сделать добровольное медицинское страхование или платную услугу и выполнять это соответствующим образом. И это будет абсолютно правильно. Или делать какую-то штучку по МЭС, и вот этот комплектик уже по ДМС или по платным услугам. Я знаете, что хочу сказать? На самом деле, процедура нитевого лифтинга 15 лет назад, когда я ее начал делать, больше 17. Нет, не так. Когда я ее услышал, здесь услышал, я был категорически противник. Говорил, что ересь полная автору этой методики. Прям дискутировал с ним в соседнем зале. Прошло немного времени, и я нашел применение, потому что действительно смыкание половой щели, весь этот баквагеноз, все эти выделения проходят без всяких таблеток, без всякой молочной кислоты. Самовосстанавливается биоциноз влагалища только от смыкания половой щели. Есть такой термин, я так называю – «поносить нитки». Пациентка не готова к пластической операции. Мы ставим нитки, она понимает, что у нее поменяется, и по голове она доходит уже до операции. То есть она приходит и говорит, делай мне пластику. Год прошел, я хочу пластику. Пациентка, идущая на хирургии пролапса, должна просить об операции, настаивать на ней, а не мы ее должны предлагать. Это мое полное убеждение по участию в различных процессах, когда пациентке получила тяжелейшее осложнение, а ее уговорили лечь на стол по поводу пролапса. Понимаете? Когда ничего не беспокоило, что-то там выпадало, а в результате она не помочиться не может, и там куча осложнений, и сетка вышла. Вот. Я хочу сделать очень серьезный акцент. И так эта процедура такая, ну нигде не написано, ничто, нет доказательной базы, да? А если вы еще это выполняете несертифицированным шовным материалом, первое осложнение, вы вообще никак не отмажетесь. Поэтому, когда вы покупаете тот или иной расходный материал, у вас должно быть разрешить регистрационное удостоверение. Где написано, для чего эта нитка, тогда вы ее ставите. Понимаете? Если вам предлагают патент, какую-то разрешалку на это, это все никакого отношения к легитимности процедуры не имеет. Имейте это в виду. Не совсем так, Евгеньевич. Если это проводится в рамках исследования, одобренного Минздравом, локальным этическим комитетом и так далее, тогда это легитимная вещь. Почему вы так пороговали простые, которые в поле? Ну, поля разные бывают. Исследования проходят. То есть, насчет легитимности абсолютно согласен с Евгением Юрьевичем. И опять же, дискуссия не получилась. Тут тоже полный консенсус достигнут. Вот видите. Коллеги, ну что, мы завершили. Мы молодцы. Спасибо всем выступившим. Спасибо. 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 Спасибо.